Феерично ярким и незабываемо зрелищным был в Эскитиме праздник, посвященный Дню Молодежи. Начиная с открытия спортивной мини-рампы и заканчивая фестивалем красок Холли Квест, программа была насыщенной и веселой. В ритме молодежи проходила праздничная программа, где эскитимцев ожидали киловатты музыки, танцев, невероятная атмосфера счастья и, конечно же, долгожданный фестиваль красок. Самое начало Дня Молодежи было ознаменовано официальным открытием скейт-площадки. Самые нетерпеливые любители езды на BMX, роликах и скейтах уже успели опробовать ее. А чтобы показать эскитимским ребятам, как полноценно использовать мини-рампу, организаторы пригласили спортсменов из Федерации экстремальных видов спорта. Выглядит довольно-таки опасно. Разделить с эскитимцами радость открытия нового спортивного объекта прибыли на праздник официальные гости, которые видят большую перспективу в спортивной, целеустремленной и активной молодежи города. Ну что, мне приятно, что, как говорится, получилось то, что задумано, то, что хотели. Я хотел бы сегодня поздравить вас всех с праздником Парабежи, пожелать вам добра, удачи, всего самого доброго. Пусть с вами всегда будет любовь, пусть всегда будет счастье, и пусть всегда будет здоровье. Молодежь из Киимов всегда была и остается самой активной учательницей всех мероприятий. Культурных, работа на производстве, гибли-танибли, спортивные мероприятия. Город из Киим на уровне области, на уровне российских соревнований всегда звучит и отличается этим. Я желаю вам успеха, желаю добра и удачи. Счастливых результатов! Помимо показательных выступлений, профессионалы экстремальных видов спорта с готовностью делились с новичками секретами своего мастерства, проводя здесь же на месте мастер-классы, давая ценные советы. Покажи всем, а мы поддержим этого парня. Вот, аплодисменты, нравится, делается серьезное, как на публике на Светландии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, хорошо получается, что нужно только научиться обрабатывать сами радиусы коленок. Сидать нужно, сгонять. Видишь, набираешь скорость. Усвоив основные движения коленями, научившись присаживаться и отрабатывать радиусы, чтобы набирать скорость при движении на досках и роликах, ребята продолжат осваивать все новые и новые техники и трюки на спортивной площадке. А специалисты администрации и в будущем будут поддерживать молодежные инициативы, стараясь разнообразить досуг подрастающего поколения и привлекать как можно больше эскетимцев к занятиям физкультурой и спортом. Я хочу нашу молодежь поздравить с праздником, пожелать им. У нас очень замечательная, кстати, эскетим молодежь, они очень энергичные, их знают за пределами области, даже по всей России уже, они у нас отличаются своими талантами, способностями. И поэтому двигаться к своим целям, идти только вперед, не обращая ни на чего, и чтобы им фортуна всегда улыбалась. Ну, конечно же, я опять надеюсь, что мы на этом не остановимся. Это была, естественно, наша идея специалистов отдела по делам молодежи. Давно мы мечтали, чтобы для наших ребят мы установили такую рампу. Ну и в последующем, она, соответственно, перенесется в другое место, в следующем году будет полноценная площадка, мы будем каждый год один элемент добавлять. К ней? К ней добавлять, да, что ребята, потому что здесь, это для начинающих, я думаю, сейчас они у нас раскатаются, им надо уже будет полноценное катание для большого пространства. Основное действие праздничной программы развернулось у сцены в центральной части парка. Помимо игр, конкурсов, развлечений на интерактивных площадках, гостей праздника ожидали концертные выступления творческих коллективов. На волне позитива в ритме молодежи эскетимцы и гости города готовились ярко и весело провести время, и погода благоприятствовала долгому общению с друзьями на свежем воздухе. Поздравляю молодежь города эскетима с праздником. Молодость, наверное, это самая замечательная пора. Это драйв, это задор, это бесшабашность. Плохо, что ее не вернуть молодость, конечно, поэтому ребятам всем нашим молодым желаю запомнить это время, веселиться, отдыхать. Ну, современное поколение молодое, оно на нас не похоже. Я вот думаю, что молодежь сейчас более продвинутая. Мы были, ну, свое, каждая молодежь своему времени соответствует. Поэтому я думаю, что сейчас молодежь более такая технологичная, более инновационная. Ну, я надеюсь, что они будут лучше, чем мы. Поэтому всем успехов желаю. Ну, и показать себя, найти себя в жизни. Отмечая заслуги активистов, молодежных инициатив и проектов от имени Министерства регионального развития правительства Новосибирской области, глава администрации вручил благодарственные письма Анастасии Ледовских, Александру Куликову, Оксане Локтеоновой и Денису Цыбину. Анастасия Локтеонов Это лето, юбилейное для Эскетима, стало еще ярче благодаря юным художникам, чьи рисунки легли в основу праздничного набора открыток к 300-летию города. Самому юному художнику было 4 года, самому старшему – 22. Среди более чем 150 работ членам экспертного жюри предстояло выбрать лучшие. А авторов торжественно наградили дипломами и наборами тех самых открыток. О том, насколько энергично и легка на подъем молодежь Эскетима, говорит еще один проект «100 дней здорового образа жизни», который завершается 7 июля. Все это время жизнь в городе кипела. Привычка здорового спортивного образа жизни закрепилась у многих, а самых активных участников проекта наградили дипломами и призами. В подтверждении того, что молодежь Эскетима физически развита, юноши и девушки приняли участие в марафоне на 2017 метров. Забег легкоатлеты посвятили юбилейному для родного города году – 2017-му. Я участвую в молодежи деятельности Эскетима, называется «Бумеранг», волонтерский корпус. Мы организовали половину, считай, всего этого, что у нас было. Ну и вообще я люблю заниматься спортом. Эскетим, ну, должен быть спортивным. Ну, в принципе, все. Чтобы никто не курил. Среди развлечений, предлагаемых для отдыхающих, тоже были вполне спортивные и азартные. Например, тир с водяными пистолетами, где все желающие увлеченно демонстрировали свою меткость и сноровку. Пользовалась спросом и фотомастерская, призванная увековечить на снимках все яркие эмоции праздника. Кроме того, фотографируясь и выкладывая в социальные сети снимки с хэштегом «Молодежь Эскетима» и «День М-2017», авторы самых эффектных, отмеченных лайками фото получили возможность выиграть призы. Кульминацией праздника стал фестиваль красок, набравший большой популярность по всей стране, как среди детей, так и среди взрослых. Уже второй год, как Эскетим, включился в эту увлекательную забаву. Очень хороший фестиваль такой, море красок, море позитива, прикольно. Сразу же пойду гулять и все, в принципе, ничего такого. Прикольно, весело. Веселье, вот с друзьями гуляем, море позитива. Мне очень нравится, тут очень круто, и очень много ярких, классных красок, обсыпают везде, но это круто, очень круто. С каким восторгом все разбрасывали сухую краску друг в друга, желая близким столь же яркого и приятного настроения. Очень скоро все и все вокруг расцвело буйным орнаментом пестрых красок, как в калейдоскопе, преображая мир и делая его краши. Приглашенные по этому случаю из Кемерово вокалисты и ведущие фестиваля Холли Квест сумели сделать День молодежи 2017 года в Эскетиме незабываемо интересным и веселым. Наш выпуск подошел к концу, чего не скажешь о лете. Впереди два месяца теплых солнечных дней. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!